и снова всем огромный привет у нас вторая карта navi против сайтим готова начаться практически команды играют быстро команды играют без какой-либо интриги по отношению к аутсайдером фавориты пока что забирают свое и как я вижу spirit тоже пока что забирают свое то есть у нас прям оба матча протекают по накатанные дорожки без каких-либо сюрпризов вообще вот к слову кристалл вот были ли в последние дни какие-то сюрпризы вот для тебя из тех результатов что были там на открытых закрытых квалификация где угодно с уж наверное какая-то феноменальная форму g против тундры один из самых странных моментов потому что там на мой взгляд матч в котором драфт например это было бы один серия первая для тундры в закрытых и тундра круто себя показывала на открытых ну там понятно было они просто уничтожали а вот потом ты смотришь драфт шикарный у тундры явно еще и похож на то что они и должны своим набором игроков исполнять и они вообще просто безапелляционно отлетают нафиг и ты думаешь как это вообще возможно потому что ну понятно дело что уже старый состав у тундры экспериментальный новый бла-бла-бла вот это все но в целом по базе ты должен видеть это силу тундры но они все-таки довольно серьезно оступились там матча а так целом по базе я бы сказал да у нас реально наверное только 3-0 от вп против лиги я бы сказал наверное странное немножко потому что в п не та команда которая играет максимально чисто она сама себе проигрывает картой и в best of 5 ну хотя бы одну карту можно было бы все-таки и выиграть на месте лиги а вот а так целом да у нас видно что старые команды просто тупо сильнее чем новые в данный момент и это конечно же ну очевидная штука да это сила команд которые перепережили шафы наверняка эта сила поменяется буквально на следующий же сезонник пол да то есть а чё у нас там следующий полы будут бирмингем наверно да да буквально через 10 дней ну вот 17 числа 15 числа начнется квала западной европы на дремлигу 22 сезона закончится все это дело и 22 января уже начинаются на бирмингем ну они пройдут в целом в том же формате то есть это оба турнира от esl и в системе esl pro tour просто дремлига это не лан это такая дремлига формат как мы все привыкли а бирмингем это лан но тем не менее квалы будут очень очень похожими ну вот они будут скоро я к слову вообще вот один из тех кто считает что состав тундры в комьюнити несколько переоценен то есть от них прям ждут прям какой-то очень хорошая игра мне кажется у них будет гораздо больше проблем чем ну чем видят многие я просто вижу очень много мнений людей что состав крепкий состав топовой не действительно нравятся некоторые игроки но я пока не могу сказать что вот я вижу как это все вместе как сказать единую какой-то вот эти пять кусков глины превращаются в скульптуру какую-то дата ну как я у себя в телеге написал что это состав селедки под шубой с точки зрения да вот набора раз супер разных вещей в одном элементе сегодня мы сможем все равно увидеть что там у тундры будет происходить да потому что все таки первое испытание закрытой квала они все еще на них присутствует хоть и отлетели в сетку лузеров на первом же раунде о котором я рассказывал вам на целом пока держится неплохо ни одной карты своим соперникам в лузерах они не отдали 4-0 у них пока по ходу сегодня будет катать против тиклсов так что увидим а так целом я бы сказал то что внутри региона вот типа вот на дремлиге да там уже будут серьезные проблемы я уверен но вот именно внутри региона на закрытых квалах но не то чтобы там какой-то невероятность супер мега сильный состав для того чтобы у них были но для того чтобы у нас были какие-то завышенные подложения к ним ожидания пройдут квалу хорошо типа так наверное должно быть вот что у нас будут они показывать эти на наших уже квалификациях это уже интереснее мне кажется намного потому что это дает им путь в дремлигу а дремлига это как раз тот самый турич на котором ты еще не на лане и не вместе но при этом всем напряжение поменьше и она вот как раз таки готовит друзья винлайн раздают новогодние плюшки всем кто уже с нами кто будет венлайн на наступившем году заходи в приложение узнай какой подарок выводит тебе акция до 13 января то есть сегодня последний день и спешите спешите получить и встретить новый 2024 год вместе с венлайн у нас драфт и я так понимаю готовы сейчас мы посмотрим чем удивят нас команды пока что ничем не удивляет как что у нас появляется все та же дп которую кристалл пророчил с первого пика с первой карты и вот она опять да как ты вот сказал попробуй за селедки под шубы на такой есть тонкий нюанс что в целом салат очень вкусный но важно его правильно приготовить вот здесь тундра такая же то есть у них прям такая вот вот этот многослойный состав и в целом все выглядит интересно но главное все это все вместе будет сложить и эта вдоль в целом это самое сложное вот именно сложить даже 5 очень крутых игроков а зачастую даже наоборот вот самое сложное сложить 5 очень крутых игроков вместе в единое целое синдром м 1979 ты тот самый вот когда у тебя вначале они анонсировались ты думаешь но это с одной стороны очень крутые сильные игроки индивидуально, но как они будут складываться с точки зрения майндсета, с точки зрения подхода к игре. Ну и мы видели, да, в конце концов, что после смены позиции стало намного лучше, но все равно топ-1 они ни одного не вязали. Даже на ИСЛ Каулумпур, который вроде как, типа, ну, изначально считался турниром, в котором не очень много команд надо победить для того, чтобы взять себе титул. Но они споткнулись, не дошли. И я скажу так, сайбы пока проиграли драфт, потому что Рубик сейчас не самый сильный, у него там около 46% в про, ну, в смысле, именно на характере. Это герой, которого я наблюдал, например, довольно частым пиком от иммершина в составе лиги, а для иммершина это прям родной герой, и он все еще не окончен турнир сейчас, к сожалению, или к радости, он и на линии имени тот, который самая главная, то, что я не очень понимаю, зачем его брать открывающим пиком, и сверху то, что четверка сайптим, а именно сенсет, не показал ничего хорошего на тине. Да, и в этом случае ты берешься еще более сложного героя для исполнения, для реализации, если будет точно, чем Тинни, потому что Тинни хотя бы будет точно, и пытаешься его как-то в группу, я не знаю, мне не нравится совершенно, я считаю, что это один из таких очень-очень средненьких коллов, учитывая, насколько много сильных героев на первую стадию есть, которые хочется забрать себе, да, будь то даже условный там, ну вот течка, кстати, которая сейчас постепенно влетает обратно в мету, можно было бы его сказать. Да, нави, все стабильно. О, вот и он, Магнус. В бане, Магнус в пике, вау. Вот теперь все намного лучше. Ну, кстати, ему портят винрейт, Клим Саныч взяли, Магнуса проиграли с ним. Сейчас вот сайптим берут себя. Смотрим, как у них получится. Ну, есть опасения за винрейт Магнуса. Главное то, что у сайпов теперь будет та самая красная кнопка, которая уже будет реализовываться, даже если они там условно будут лететь 15 тысяч, есть всегда шанс на то, что рпшка залетит хорошая. Вот это все, да, просто можно взять условно ту же самую луну и не париться не то, чтобы она сильно пострадала. То есть любого героя, который сваливает от банши. Банша доминирует лайн, банша быстро тебе снесет вышку, тебе хочется иметь типа террорблейдов, лун, свенов, все что угодно, чтобы просто... И появляется феня. Феню надо протектить, кстати. И протектората пока вокруг фени нет особо. Но связка с Магнусом уже присутствует. Ну вот, как бы, супернового рп это уже что-то, чем можно игру перевернуть в случае, если... Почему-то плохо. Что за мем? Ну типа, это лучший герой с Магнусом. Он сейчас суперсильный и метовый. Против тебя нет ничего пока что, потому что ни Чечка, ни Банша тебя не контрит с этого Эмбера. И... Ну тебя сейчас состилит его просто. Я думаю, что Нави, если хотят, если Мелжул скажет окей, а он играет на Эмбере неплохо, он может просто пойти в этого Эмбера. Странное решение, честно говоря. Свои какие-то, да. Свои какие-то планы есть, судя по всему. Я просто сколько раздрафтов видел, всегда стараются расплитить Эмбера с Магнусом, а если есть возможность их взять вдвоем, то их берут стопроцентно. И не то, чтобы отсутствие пака, например, в бане было бы какой-то причиной, чтобы не брать Эмбера. Да, игра будет сложнее, это очевидно. И тебе, скорее всего, пикнут этого пака против тебя. Но не наступно. Размерщение, кстати, по поводу пробивания этого ГИЦа. Один из вариантов. Да, Лайфстиллер, остановить его можно только РП. И бабка. И Снэпфайр. Тут вообще своя тема. Тут прям, причем инстатролль, то есть они прям в него его ходили, увидели Лайфстиллера. Понятно, что троллям против Лайфстиллера всегда хочется поиграть. Ну, такой опять у нас... В этот раз это вообще гига лейт какой-то. Если в прошлой игре был хороший, сильный лейт, то здесь, конечно, просто безумно сильный пик. Ну, вопрос, как всегда, будет в исполнении, потому что спылы очень коварные. Я бы сказал, все спылы очень коварные, даже ульта тролля, которую можно иногда нажать и сделать мем. Сверху очень хочется взять себе Шторма, Эмбера или любого другого. Ну, вот Квапу, например, забанили тоже. Или Пака. Вот таких героев, которые будут залетать в бэклайн и ломать позиционку Рубику вместе с Фениксом. Феникс — это главная цель сейчас для пацанов сверху. Должна быть. В начале драки я имею в виду. Вот. И бэклайн, соответственно, если вы еще и заодно с Фениксом находите Магнуса, то вообще 10-10 контент. Да, то есть вам нужно иметь первую волну атаки, очень активную, агрессивную, то есть супермобильного героя. Вот. Поэтому я думаю, что они захотят либо Пака, либо Шторма, либо того, либо другого. Сайба сейчас будут банить 100%. Эмбера убрали. Это тоже очень странно все еще, что, да, сайп-тимы не решили его брать на, там, четвертый или третий пик. Тролль хорош, вопросов нет. Тролль очень классный. Но можно было бы и взять все-таки место. Потому что тролли вполне верно. Много героев, которые могут заменить тролля, но нет героя, который может такой импакт давать под Магнуса на мид позиции, как Эмбер. Вот. Поэтому такое. Да, минус пак от Нави. Ну все, по мидерам пошли. Обе команды. Нужно убивать. Кого еще, кстати? Кто у нас еще сейчас по мидерам? Мидл хорошо играет. Из таких, из мобильничей. Ну можно сделать вообще комбинацию супер вомбо-комбо превратить. Тем более мы уже это видели. И взять инвокера. Это Магнус, Эмпауэр, инвокера Лакрити. И этот тролль убивает всех. Там под РП давать катаклизмы. Ну это такие влажные фантазии, когда у тебя есть артефакты. Но... Ну тут инвокер просто даст как и любой другой подобный мидер плеймейкерский. Он даст первую волну атаки. Магнус не любит влетать первым. Это не его задача. Это как Войк тоже самое. Тут вообще никто не любит влетать первым. Смотри, какой драфт. Да, да. Драфт вот именно от максимально пассивных мужиков, которые хотят фармить. А потом... О, они сами забанили себе инвокера. Интересно. Сами забанили, да. Это Шторм? Да. Что-то свое хотят драфтануть. Ну, хочется, действительно, хочется героя типа Эмбера Шторма. ВР-ка появляется. Вообще вот сюда вот. Окей. А мне нравится. Интересно, что это будет за ВР-ка? В смысле? Как она будет играться? Ну, как обычно, вторым артефактом Аганим. Глейпнер очень силен сейчас и в этом драфте тоже неплох. Аганим хороший. Но я видел несколько ВР-ок без Аганима. То есть вопрос вот именно к ее задачам. Наверное, в этой игре Аганим хочется, потому что у тебя и так много урона снизу в команде Сайп Тим. Просто очень странно выглядят драфты, когда нет урона, и ВР-ка еще и делает Аганим, и у него получается вообще нет урона. Вот Керетич, например, из того, что я видел, он как раз делает билд на Керри без Аганима, потому что, ну, дэмэдж кому-то нужно наносить. А если сделать Аганим, то этого дэмэджа просто не будет. Но здесь, да, здесь получается, что тролль с Магнусом, а не задача по урону выполнить, Меложул забирает себе Пангольера. Ну, мне не нравится, сейчас скажу. Ну, то есть... И драфт. Да, да, да. Сейчас посмотрим на кэфы. 1.35 на 2.8. Сайпы, да, слабее исполняют, это понятно. И у них драфт, кстати, реально на исполнении. У них должны прям хорошо линии отстояться, они должны по темпу успевать, потому что они, очевидно, более гридовый драфт имеют. Но если они доживают, типа, до, там, 30-й минуты с равными нутворсами, то мне было бы очень сложно предположить, то, что Нави здесь смогут выиграть вот там, типа, ну, что это овердрафт. Скорее нет, скорее это... Все матчапы смотрятся довольно, ну, слабенько. Не считая, понятное дело, Банши. Банша всегда сильна, это вообще не важен драфт. Все равно она просто тупо сильна из-за скилл... Вообще, айтем билда, который сейчас есть в виде Шивы. Ну, что? Не знаю, я бы сказал, что здесь у Сайба шанс, короче. Минер от Зайца. Сейчас посмотрим. Такое ощущение, что такое исполнение драфт. Много, действительно, героев, которые вызывают вопросы. Лайстиллер всегда герой по ситуации. Это бабка, не самая популярная. Снизу гораздо крепче тимфайт. Снизу вообще все понятно и все выглядит круто. Я вообще пытаюсь придумать, вот как лайфстилеру в этой игре играть, учитывая, что VR-ку ему сложно бить. С троллем он не дерется, получается, в драку для него может быть тяжеловато зайти. Но, как мы знаем, Заяц такой у нас игрок, который вот взялся и сейчас стечку, сейчас пойдет, как в прошлой игре на Леоне, он там одного встречает на Хекс, другого на Фингер. Здесь точно так же найдет кучу инициаций. Короче, посмотрим за исполнением. Мне тоже нравится драфт снизу. Ну, мне просто всегда нравятся такие более надежные тимфайтные драфты, потому что они понятные, потому что у них есть потенциалы и к камбэку, и в принципе, ну, ну и в принципе к хорошей игре. Но при этом очень важно будет исполнить хорошо, тридцатый тролль. Все. Верим. Верим в его ультимейт, прожатый вовремя. Да, и нету какого-то локдауна, который бы запретил ему это нажать. Да, то есть, и мало того, даже если будут какие-то проблемы, например, с дизармом, отечки, то ты всегда можешь собрать себе агониль, который тоже довольно хороший сейчас пользуется популярностью в хайп-тсах. Вот, ну так в целом, понятно, да, если нави сейчас опять снова выиграют линии, будут снова душить, давить и так далее, то у них есть хороший шанс просто засыпиться и на темпе там на 25-й уже снести сторону. И потом уже просто из-под этой стороны играть. Но у сайпов, да, пока трон не упадет, у них все еще будут хорошие шансы. И я бы сказал, даже если вот, например, вы там зашли по баннерочку на винлайн и так далее, и не знаете, кто здесь покайфовал, то можете просто посмотреть на таймрейт, например. если взять какой-нибудь овертаймрейт, я думаю, что можно довольно неплохо подняться. Ну и на банша, игра довольно сильно сейчас будет завязана. Как и прошлое. Прошлое, наверное, на паке было больше, да, здесь банша просто будет диктовать тот темп, с которым они будут сносить вышки. И если она снова, например, не потратит экзо на то, чтобы снести топ-вышку и придет потом сраженный 10-й снимет мидл-вышку через ультимейт, то это будет, конечно, очень серьезно. Но тут уже откушать много и больше. Хорошо очень. Провела большая и вокруг нее многое крутилось. Тут феникс начинает придумывать дела. Заяц на сигнатурном текисе. Не удивляют игроки, конечно, на текисе, у которых он сигнатурный, учитывая, что герои меняли, преворкали, и все равно те, кто играл на нем, те и играют. Хотя, конечно, разница небо и земля. Помнишь эти времена, да, с зелеными минами ремонта? да. Это было отвратительно. Сейчас герои, конечно, намного более интересны и по исполнению, и по темпу. он как будто сейчас просто превратился в героя нормального, а раньше это был реально обособленный герой, которого, вот если есть он, это вообще другая игра. Ты как будто играешь в совершенно другую игру, не в доту. Но это, есть герои эгоисты, тинкер, как только появляется в графте, да, сразу же играют не 9 человек, в точении 10 человек в доту играют, а 1 против 9. И то же самое с арком, то же самое с бродой. Тем временем, минус мелодия, сансов красава, вы сможете оформить десблотный рубеса, который довольно важен еще из точки зрения экспы, конечно же. Я вообще, тут видимо, как-то отвезли его туда-сюда, сверху тролли тем временем забирают, вот так вот. Да, крайне удачно. Тролли вообще герой, который обычно линии не проигрывает даже со слабыми саппортами, и именно в этом его база, да, все-таки это полуранжевик, с нюками, рейнджевиков ты забираешь при помощи топоров издалека, с милишник, в смысле, с миликрипами разбираешься и так. И тоже, вот, он выполняет ту самую функцию, точнее, в нем встроена она, то, что он может рано уйти в лес, из-за того, что, особенно учитывая, что это топовый лес, соответственно, он будет регенить тебе хп. Вот, вообще суперкомфортно. Шигетсу! Ты что здесь забыл? А, он здесь забыл, потому что классно, круто, очень круто запулил крипов в воду, и просто на этой воде Шигетсу не выживает, у него не было рыжа. Огры еще помогают дубины, ну да, это реально очень здорово получилось, они вымолили лайфстилера, забрали его, наказали, нижняя линия пока что доминирует. Уже мы видим, насколько игра другая, и все вот эти опасения, которые были на стадии драфта, они пока подтверждаются. Лайфстилеру уже, тяжело, хотя... Ну, так же тяжело, и троллю, как бы, просто проблем все в том, что тролль-то выйти этого найкса перебивает. Да, и если раньше, например, ты мог просто купить элебарду и думаешь, ну вот, герой на миллионных лорсов выключен, то теперь тут не работает, ну не теперь, а уже там сколько патча два назад, три назад, пять назад, ну я имею в виду, циферных один назад, а когда БКБшка просто снимает с тебя элебарду, и все, ты по кайфу бежишь, просто уничтожаешь. Это, конечно, очень лайфстилер, такой все время герой, для меня вот загадка, потому что он специализируется на своей такой живучести, на демеджем по сильным толстым героям, но вот приходит к нему Магнус, и выясняется, что лайфстилеру для того, чтобы вот добрать вот эти вот свои свойства, чтобы сражаться с Магнусом, ему нужно подсобрать каких-то артефактов и получить уровень, а Магнус уже с первой минуты начинает, наоборот, ой-ой-ой-ой-ой, она продолжает погибать. Интересно, кстати, забирает ли орбов Коррошен господин Анейкса, потому что этот артефакт просто сломанная с дизайн накинулся второго, красава, красава, все сделаешь, поможешь, ну, в общем, как бы в подтверждении моих слов, да, получается, что здесь начало тяжелого лайфстилера, но, если мы посмотрим дальше, то, как ты уже сказал, дальше ему против тролля тоже очень тяжело играть, не против Верки тяжело играть, берут обычно для кантри данных персонажей, в чем загадка, и у него ужасный старт, выглядит так, что игра для Шигетсу может быть крайне непростой, из надежды на нефрита. Он не пошел в арбу, что означает, что он уже понимает, что доминирует лайн, он не сможет, Зайц тем временем начинает довольно серьезно пробивать Ринд Принц или Рейн, вот, и таким образом лутает себе еще килл, при том, что, опять же, Феня, так-то вообще-то герой довольно слабый на линии, первые лабы, особенно, Шигетсу продолжает получать по щам, там несчастный, хотя, да, ты был прав, в опросе, обычно линию-то он достаточно устойчиво стоит, да, вариантов, которых ты выгоняешь на эксос линии довольно мало, но здесь, опять же, классно-круто просто сыграл вот этим пулом, и из-за этого пула на воду, на реку, точнее, он довольно много себе плюсов получил по экспей, по голде, и, соответственно, еще и на эксос запал, и теперь уже все, как прошел по накатанной. Он как бы стоит, но ему тяжело Магнуса напрячь, потому что Магнус значительно больше урона в начале, он, в принципе, стоит, просто меняться с ним нереально, и вот еще и после таких вот событий, которые произошли после двух смертей, Верка фокус файр тем временем прожимает просто от зонит от крипов, да, судя по всему, подгонять его. Ну, пока что очень крепкое начало от Сайп Тим на второй карте, и все выглядит как хороший задел, а учитывая, что их драфт дальше только лучше, как хорошее вино. Тут главное не наделать ошибок, да, то есть надо просто сыграть из-под того, что есть леймитерный, погибает здесь, пришел Мелоди помочь, классический сети мувмент под ночь от саппорта пятой позиции прийти на Харлинию и помочь забрать там Кору, условно говоря. Ложу пауэршот, не попадает, не попадает. было опасно. Да, удивительно, что стоит ватт при этом сверху, и все равно тролль погиб, но ничего критического не происходит. Да, у тролля тоже будет не самый лучший старт, но главное, что у Эрки и у Магнуса все в порядке. И я соглашусь, что сейчас выглядит игра для Сайп Тим как не на ошибаться. Но возможности на ошибаться нами здесь могут им предоставить много, потому что игра только начинается. Седьмая минута, тут еще все впереди. Пауэрспайк мидеров совершенно разные у Нави и у Сайбов, и именно за это можно зацепиться, потому что пауэрспайк миложил этот дихузл, который довольно дешевый и быстро собирается, и он уже с ним будет очень много демиджи наваливать. Это важнейший артефакт на панк, совершенно сломанный. И в случае с ВРкой она не сможет давать столько же импакта к этому же моменту. Тем временем фокус фаер в Нифрита, Нифрит думает, ну ладно, ребята. А, по-моему, что там промахнулся Ряв из-за печеньки, Мелоди красиво подсейвил, станчик есть от Зайца. Неужели здесь все-таки погибает у нас Банша? Да? Спиндран? Подхилыч? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Как же они в нее впрыглись и в конце концов отдали еще и течку. Конечно, лютая боль. И Ряв делает это домой. Действительно, игра во многом вращается вокруг Банши, но вот так вот великолепно сыграл Ряв. Вспомни из первой игры момент, когда он на инвокере пришел, ничего не смог сделать, потратил кучу времени. Здесь же он приходит моментально за счет руны щита, забирает два кила, отправляет самого богатого героя и самого бедного героя на карте в таверну. Становится сам самым богатым героем. И все сейчас, конечно, просто потрясающе. Заяц влетает, но тут же подтягивает его. Просто размен легкий. Борьба за руми. Идеально совершенно. Здесь можно как раз там бабка закоммитилась. Феню, Феню на лоу. Так вот, я о том, что, я правильно понимаю, что Баншаж вернулась на развороте, да, к моменту, когда прилетел течка? То есть, нефри там мог не погибать здесь. У него все должно было быть в порядке, но он просто решил, что может подраться, забатился на фигню. Да, они думают, что пробьют ВР-ку, ВР-ка оказалась слишком прочная. Они бы ее, наверное, пробили, не будет рунащита, но рунащита была. Неверно оценили свои ресурсы и в итоге довольно сильно поплатились за это. И в итоге имеем то, что имеем. ВР-ка, шикарный старт, Магнус идет очень хорошо. Пангалер Банша немножко остают. Тролль с лайфстилером абсолютно вровень идут. И, наверное, этим героям стоит задуматься над тем, как они будут фармить. Может быть, тролль БФ себе купят. Может быть, лайфстилер Мидас. И пойдут. А еще как-то потерялись пангич вместе с течкой. Заняли чужой лес, конечно. А ее тут шигетсу, проблемы. Зашел крипа, бежит. А хилпы не будет никакой, ребят. Это просто мертвый шигетсу на халяву. Рейдж, фокус фаер, и что дальше делать будем? Не знаю. А почему он выбрал идти именно в ту сторону, а не в Леон? Я не знаю. Я не знаю, почему он выбрал идти в эту сторону, но уже рядом с Магнусом рейдж ТП не вариант делать. Сверху перетяжка тут же. Мы видим Ряф в позиции. Летит. И неужели они захотят забрать... Но это очень опасно, потому что экзорцизм раскастован. У Меложула также есть его ультимейт. Он заводит грандулет. не попадает станом. Но это не помогает что она Ряфу. Да, довольно сомнительная идея дефать против Экза. Учитывая, что ты не то, чтобы какой-то огромный герой и ПР-ка, да, не может быть такого объема урона. И ты не видишь на карте никого, кроме Найкс, которого так что убили. Крайне рискованное решение было принимать эту драму. Вдвоем особенно. Ну и ПР-ка из-за этого погибла. Хотя в целом убили лайфстилера, забрали вышку и были бы уже в хорошем плюсе. Феникс забирает Энвиз. Тут начинают Сайба ошибаться. То есть какие-то решения странные принимаются. Все-таки посмотрим зацепится ли за них Нави. Действительно у них сейчас вот если есть Экзорцизм и Роллинг Тандер и Мурти Меркисис еще. Они прям выглядят супер мощно. Опа, Мурти Меркисис. Да, ошибка. И это приближает Меложилл к Дефузолу за счет ассиста и сверху он подфармливает. Сейчас еще и Катапульту, вышечку можно побить немножко. И вот с этим Дефузолом как раз таки игра будет очень-очень сложной для сайбов. Им нужно будет дожить драки некоторое время. Либо сетапить драки не под панга, да, точнее дожить просто пангальера. Это самая главная задача, которая у них будет. Лэйми еще и по стакаре. Сейчас с кайфом с ультимейтом можно будет забрать эти ханшей. Все, что нужно. Да, конечно скорость фарма пока низкая. Но делается БФ. Лайсиллер делает армлет и тролль его перефармит в такой ситуации. Но пока что... Не кажется ли тебе, что из-за нерфа Мидаса, так сказать, на Экспресс, как герой намного меньше имеет опций по тому, как собираться? Да, и вроде как, чтобы догнать персонажа типа тролля с БФом, стоило бы все-таки подумать о том, чтобы либо фармить себе Мидас, либо Радианс. То есть это один из двух артефактов на кач. Но, опять же, армлет даст ему очень-очень хороший тайминг вместе с Дефузолом. То есть два артефакта, которые у Na'Vi будут для драки, а не для кача. И за счет которых они могут сейчас забрать себе довольно большое превосходство на карте. Вопрос реализации. Да, вот сейчас самое главное с Айбом здесь вот это... Что же делать с Сэнсет? Боже мой. Он с Вашбаклом был, по-моему. Он думал, что он как-то размансит. Не размансов. Да я вообще говорил уже по поводу этого лайфстилера, что мне тяжело понять вот... Ну, я вижу, что конкретно в этой игре он не выглядит как ультимативный герой. Но да, да, вот в такой ситуации звучит логично. То, что под Дефуз вот они уже выходят. Вот они забирают, пусть вышка и Денайдс, но тем не менее вышки в миде уже нет. И это все смотрится абсолютно понятно и объяснимо. Вот Дефуз, Армлет, Экзорцизм, все. Правда, есть блинг у Магнуса. И очень важно будет на этот блинг не нарваться. Рупер понимает, что здесь вард, сбивает вард, получает очень много урона с одного свэшбатла. Но живем. Да, ну и пытается закрыться просто с Айпой. Правильно делают то, что играют пассивно, даже несмотря на появление блинга на Магнусе. Им нет никакого смысла сейчас драться. Им нужно максимум находить соло-килы где-то на героев, которые занимаются сплитпушем. А оставить тролля с Магнусом дальше фармить и не париться вообще никаким образом. Потому что для того, чтобы убить одного героя, ему хватает верки плюс один. Ну там, или плюс два, в зависимости от армии. Ты можешь какую-нибудь РП реализовать просто в любого героя. Ну не, Магнус решил реально фармить, и тролль тоже под Эмпауэром фармит. Очень быстро фармит, учитывая, что БФ еще нет, но Эмпауэр уже есть, и сейчас появится еще и БФ. Я бы сказал так, для нас с тобой, да, с точки зрения интриги и даже красоты просто доты, хотелось бы, чтобы РП было реализовано, но если ты играешь по макро вот в такой геймплей вязкий, тебе на самом деле отдача РП может сыграть только в минус. Точнее она может сыграть в минус довольно серьезно, если вы не заберете там двух, например, оппонентов. Как зеленый свет? Да, да, это просто развяжут руки противнику. Сейчас Нави знают, что есть Блинк, и не знают, где есть Магнус. И это страшно. Вот, классно, круто решил что-то все-таки нажать, потому что все-таки колот Сайбов пошел. Я считаю, что он по макро не самый лучший, но давайте посмотрим на реализацию. Тут Нави агрессируют и хотят, Сайбы очень хотят отвечать. Это видно было и по первой игре, и сейчас. Очень Магнус спорно влетает, прямо скажем, но вывозят в Пангольеры. И это может быть неплохой вывоз. Пангольер... В итоге забирают Магнуса, Пангольер еле живой. И попадает. Павершот, это единственное, что могло спасти в этой ситуации. И они потратили и яйцо, и фокус фаер, и рп. Я говорил, это какая-то, ну типа, зачем, для чего, чтобы вы вард отбиваете на полном серьезе. Да, неприятно то, что противник сидит в вашем лесу. Но и вы сидите в чужом лесу, у вас есть вижн там, который был поставлен, чтобы фармить. Вместо этого вы не используете этот вижн, он просто у вас стоит потраченный, и вы идете, отдаете важнейшие кнопки, которые развязывают руки Нави сейчас. А у них это играет под вижн, действительно мы не увидели, даже увидели наоборот игру под вражеский вижн. Врыв, еще вот сама идея врыва, она может быть была и не так плоха. Я не могу сказать, что здесь там хорошо подерись, с Айптимом было бы плохо. Но вот самое начало драки уже Магнус куда-то в пустоту залетает. Это очень-очень сомнительная идея. В то, ощущение, что просто не хватает какого-то вот, знаешь, такого игрового терпения и оценки ситуации. Что нет, это не тот случай, когда нам нужно залетать. Нави в этом плане гораздо грамотнее. Поставили в ларт, кого-то нашли, пиковнули, раз, аккуратненький минус сделали. Пошли дальше. Я не видел игры Sunset до сегодняшнего дня и, честно скажу, но пока это, наверное, самая слабая сторона сайбов. И на Тине его перформанс далек был от идеала и на Рубике то же самое. На линии-то, очевидно, они хорошо отстояли, вопросов нет. Молодцы, загнобили Найкса. Но вот пока по игре ощущение, что он очень серьезно потерян. И 1.28 против трешки опять же от Винлайн по баннерочку, по трансляции можете пройти совершенно спокойно. Золотой все бонусы, а тем временем Виндрейнджер в опасности и должен снести лицо. Да, так и есть. Нельзя забирать лотусы, когда ты не видишь противника. Лотусы палят тебя в любой части карты. Я имею в виду, палят тебя за 3 километра и если кто-то там есть рядом, тем временем больно. Его добирает на ложу. Вы просто на ошибках играешь сейчас с Нави. У них не было никакого превосходства. Сейчас они просто реализуют свои тайминги. А сайпы, ну я не знаю, пока очень-очень слабо выступают. Надо собраться, ребята. У вас все есть для того, чтобы выиграть эту игру? У вас отличный драфт. Просто нажмите кнопки. Да, сайпы пока отдаются, действительно. Мандра не ошибаться, она не работает, потому что ошибок они допускают много. И Нави очень хорошо провоцирует вот эти ошибки. Вышли, поставили вижен, стоим, ждем под виженом, когда соперник придет. Все абсолютно грамотно, все как вот по учебнику доты делается. Может быть, не на самом высоком уровне, но... Но этого вполне хватает для того, чтобы... Сайпы сейчас тут опять раз. Аккуратненько подошли. Магнуса нашли, сайпы сейчас. нормально. Хорошо, очень хорошо. Действует, и еще один килл забирают уже 3000, и вышку подамажили, и сверху уже лайфстиллер выходит фармить что-то. Тролль пока все еще не боец, Магнусу удалось обуздать, Верка тоже ничего не сделала. Своим, Элштромом делает аганин. И продолжают, Нави вот так вот, да, 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 душить по всей карте. То тут выход, то там выход. очень хорошая последующая игра. уже можно Рошана забирать и с Т2 вышками расправляться. Оставлять Рошана в игре против тролля вообще не стоит никогда. Все, учитывая, что он панемпауэром. И два Юла собираются со стороны сайпов на двух саппортах. В целом, более чем хороший колб, учитывая, против чего вы играете. Но на Рубике это не всегда самый лучший артефакт, очевидно. Да и непонятно, когда они его соберут. Смог, Смог, хотят соло-килл, пока экзов КД понимают, что нави не будут стакаться вместе особо. Ну или если будут, то можно все равно найти соло-килл вот на поте. Но бомбы руинят, бомбы руинят жестко. Утемейт течки. Вообще, работа зайца по вижену. На этом герое мелоди вывозят. Там есть блинк на меложюле. Он сейчас летит, там караметра вообще ни одного момента хорошего. Сайбы не сформулируют после окончания лейнинг-стендера. Просто жесть. Ладно, течку забрали. Опять, опять на центральной линии вот это все происходит. И опять мы видим, как не хватает сайбума терпения. Они вроде бы собираются атаковать. Магнус вывозит бабку, что уже не самая лучшая цель. Но команда абсолютно не готова к тому, чтобы ее забрать. В то время как Нави они успевают не только отреагировать, но они успевают еще и вовремя все перетянуться и быть уже в позиции. Как будто они начали эту атаку. Они просто банально быстрее и лучше в этом компоненте. Забирают нескольких героев в вышку. РП потрачено. И уже очень серьезное преимущество. А самое главное, вот после таких моментов у сайбов там уже наверняка начинается не самая лучшая коммуникация. как это часто бывает. Видишь, это это фактор банши, потому что ты вынужден действовать хотя бы как-то в промежутках между экзами. Если ты действуешь не в промежутках между экзами, то ты прогреваешь файт в любом случае. Если ты не дерешь, то ты прогреваешь вышки. И вообще объективы в принципе рошанов и так далее. И банша она тем и неприятна в игре, особенно когда она в пост 3, что она просто заставляет тебя действовать и ошибаться таким образом. Я в случае с апами, честно говоря, я бы реально забил. Но это уже их личное дело. Я понимаю, что там атмосфера совершенно другая. Ну и не мне судить. И Аганим. Вот в вопросе тролля довольно много и у меня игр, и я смотрел довольно много за троллем от Тора того же самого. Аганим это скорее лакшер артефакт до БКБ-шки в такой ситуации. Он очень здесь хорош, но мне кажется, что вот сейчас как раз с этим Аганимом Лэйми хочет подраться. РП нет 3 секунды, можно идти, но кто инсировать будет? Опять Магнус? Это плохо. Нужно, чтобы кто-то сделал диспозицию наш иллюзия. ПГ. Прыграли. Да. Как же Нави катают этих ребят и все, и сразу же идет атака. Врус Роллинг Тандер врываются в Магнуса. Какая минус мораль. Это тильд, ребят. Да, он, ну, это проблема, то, что ему первым ворваться тяжело, он видит Пангальера и вот все, и глаза горят. Ну, это уже, конечно, зачастую, когда смотришь вот на доту высокого уровня, воспринимаешь такие моменты как должны, что увидели иллюзию, не отреагировали на нее, но здесь вот видно, что просто сайптим, они настолько зажаты на базе, они настолько на их переиграют везде, что они уже вообще ничего не понимают. Они уже не понимают нигде иллюзии, никто ревелит и ничего, что происходит. Друзья, а у нас для вас очередная информация о том, что у Винлайн есть сезонный пропуск Винпасс и там действительно не 31 уровень, вернее, 50 обычных и 51 секретных с самыми ценными призами. Я уверен, что будет еще больше, если не будет, ну, пока не будет второго сезона, уровней все будет больше, призов все будет больше и пробки будут дополнительные. я, кстати, собираю добавиться и посмотреть, что там вообще дают, потому что играю активно, самое время как раз посоединиться. Да, классно, круто, больновато ему. И вообще, я слышал просто сколько чего там внутри и у меня глаза расширились несколько раз, но я ничего сказать не могу. Так, на боте нефритыч. Уже экзо второго лога Это секречная информация? Ну, пока да. А, я понял. Скажет мне, что я могу сказать на эфире, я скажу. А, я понял. Но скажу так, дорого-богато. Много классных призов. А тем временем гарпун пытается классно, круто замутить. Сейчас скажу, это не сильно ему поможет. Все еще основная проблема сугубо в том, что нету первичной инстанции. нет какого-то клока, который влетит до строки, покажет типо, кого там коги устроят. Текстуры нужны. Разделять соперника и давать вижен для Магнуса, чтобы тот на верочку прыгал и давал РП. И это на ПФ мне, кстати, игру Ликвидов в рамках ИСЛ Хоалумпура, где у них главный инициатор, единственный инициатор это был Хускар. Вот. И Ниша даже, ну, я помню, когда он пришел ко мне нам после матча, он рассказывал за то, что они думали даже купить блингдагер на Хускаре, чтобы хоть какая-то инициация была. Потому что такой же драк получился у них и они проиграли эту карту. Это как раз таки, потому что ну, невозможно было играть. А если ты хочешь на Хускаре себе блинг приобрести, значит, скорее всего, дела плохие. Да, Дота такая игра, когда ты можешь учесть много-много факторов, но потом встрять вот в один вот такой момент, что непонятно, как инициировать. Рубик с инфестом залезает в РК. Может быть, Рубика где-то отправлять вперед, жертвовать собой. Я думаю, что ВРК должна быть, знаешь, вот эта влетающая под инвизным аганимом условно там или еще какой-нибудь фигней подобной, то есть, когда она уже расфармится, у нее будет больше жира и она может как раз-таки влетать и вылетать оттуда, таким образом создавая диспозиционку для противника и уже сетапе драки под Маркосом. Ну, как-то, да. Как-то вот так вот, да, вот хочется сделать. Или, блинг, собрали. Ну, это, это, понимаешь, это сразу уже такая высокая ставка. То есть, если ВРК залетает, то все, это значит, ты обязан дальше инициировать, потому что иначе хотя, в БКБ есть, в принципе, что и кто сделает. Реально залетай и показывай все позиции. Да, да, да. Башеров нет, никаких МКБшек нет, соответственно, она будет полностью в себе. И, в целом, вот этот зачил, который сейчас сайбы предприняли по причине того, что противник Аегис, мне он более чем нравится, вот, приходится играть Мне вообще как-то лучше получается, когда они играют, как бы, более аккуратно и даже более пассивно. Как только они начинают что-то, пытаться какие-то лишние действия исполнять, получается плохо. Возможно, потому что, когда ты ничего не делаешь, ты не можешь совершить ошибку. Ну, тоже спорно. Наверное, да, наверное, просто так меньше бросается в глаза. Ну, каждый, вот, каждое их решение принять драку на этой карте пока выглядит плохо. Это Аганим и Шигетсу, это полная контрат троллю, это грязь. Ну, вот мы и нашли билды и варианты, которые можно на лайфстилере исполнять. действительно, Аганим многое изменил в этом персонаже. Ну, как будто здесь не сказать, что тролля прям надо контрить, пока что его команда разваливается успешно. И без этого. И вот он смог Нави. Они теперь предлагают сопернику, что могут найти тролля без БКБ. Да. И нашли. Пошел по Вижену, свежепоставленному. Если ничего не сделаешь, надо ультимейт нажимать просто. Хотя даже можно не нажимать, иначе быстрее. Ну, тогда дольше умираешь. Чем дольше умираешь, тем дольше появляешься на карте обратно. В целом, можно не нажимать. Решил быстрее отсидеть. Да. Ну да, тут хорошо его нашли. Но вот мы видим, что когда ничего не делаешь, тоже можно... Выглядеть здесь плохо. Потому что соперник делает что. А пока, суммарно, по вот такому промежуточному итогу двух карт, нави, конечно, вообще... И еще и на Рубика там нападают. Рубик тоже не уходит. Да, да. Я не очень понимаю, что он здесь делает. Настолько близко к рампе. Форту использую. 30 секунд до тролля. Форта обновится после... Опа! Это что такое? Это выбивание БКБшки. Not bad, not bad. Даже я не уверен, что Магнус попадал. Не попадал. Не попадал. Вот. Но... Я просто, сожалению, мало имею экспириенса по Магнусу, но... Боксы довольно большие, честно говоря, на Скьювер. По ощущениям. Не-не, там вообще даже не близко. Он стоял спиной к ДП, а на нескольких... Там... Рейнджи 50, а то и 100 было... Ну и просто еще 531 МС, а там довольно сложно. Да. Ну, не дотянул гарпуном, тут тоже есть всякие там тонкости, которые нужно уметь использовать. Но, тем не менее, все равно задачу свою выполнил, развести на БКБ, развел. Хотя, возможно, хотел вообще завести куда-то по 1-4, там начать атаку. Навис пылесосили все товара. Экзорцизма нет, 9000 перевес. Можно опять в очередной раз аккуратно сыграть, дождаться, когда выпадет Аегис, дождаться следующего Рошана и следующим Аегисом Экзорцизмом заходить. Или сделать несколько пиков по карте. Что они, судя по всему, собираются предпринять. Милажул аккуратно отпушивает топ. В миде опять Рубик. Но это уже будет не смешно, если очередная смерть будет для Рубика. Очень много на перетяжках его ловят. 5 смертей. Это треть. Решают нави прямо сейчас. Может быть, это способ стянуть соперника. Ну а ягис же есть еще 9 секунд, то можно побить немножко. Сенсет забайтился, и это, возможно, ошибка. За ним, правда, не будут за ним залетать. Печенька, кстати, была взяла. Убросы стянули всю команду, то есть выполнили вот эту задачу минимум, при этом еще и надамажили вышку и приходят сюда сайптим, а здесь уже никого. Не-не-не-не, Экзо нет. Они знают о том, что Экзо нет еще 24 секунды. точно себя не знают, конечно, но в целом влететь можно? Ну! Нет, нет. Нет, Вижена, и все, и Магнуса поймали, уже подняли его, и Сайланса мудали. Как же плохо, как же грустно, какой тиль. Да, это прямо, это сейчас будет избиение. Тролль в БКП просто убегает отсюда, казнят Рубика. Что еще? Ряк приезжает подраться, он пытается деможим максимально, максимально в Найкс, у того нет ультимейта. Если под хил какой-то, боже мой, на лоу КП Шигетсу выживает. Уже паблик пошел, просто какой-то невероятный. И еще и забирают Феникса. Я думаю, прямо сейчас может быть написано ГГ на минус морали, хотя обычно в таких ситуациях так не делается, но здесь что вообще ужасный выход, действительно, их прям на Вижене всех, и Магнуса первым цепляют, и все, ты уже понимаешь, что после зацепа Магнуса ничего хорошего не будет. Падает сторона. Будли на этом ограничивать. Я думаю, Нави отойдут аккуратненько, понимая, что сейчас Магнус резнулся. Или нет? Экзо же есть. А, кстати, Экзо закончился. Экзо закончился. Можно мидл пробивать, нет? Тут просто шансы появляются. А вдруг сейчас Магнус? О, никаких Магнусов. Е-моё, он опять уже... О, боже мой. Снова, снова поймали на Иуле, и снова просто на гингзу. У него БКБ нет. У него Гарпун. И он... БКБ есть на Магнусе, надо прожимать. Прожимается БКБ на Магнусе. Все, последняя надежда. Погнали. Смотрим, нефрит, уходит последним Он самый жирный, на Иул его поднимает Веня, РП в никуда Точнее, РП еще не было дано, отменили Ну, тут БКБшка нужна, ребят Вместо группы на пол, а тупо забить Саблера забрать, БКБ собрать И БКБшку уже писать Ой, лайфстиллер в тролля садится Забирает его, это уже минус 3 без боевиков Да, это... Вот теперь уже можно не по минус морали А просто писать ГГ, потому что Было отдано все практически Магнус так не нажал Да, ребята Жестко, нави просто Уничтожить сайп-т Если на первой карте Они выиграли линии и дальше сноубойлили То здесь они, линии стояли не очень Хорошо, и у сайпов были хорошие Шансы, но вместо того, чтобы просто защититься И продолжить играть с вторым Номером, имея очень хороший лейт Пик, они просто Сделали две главных ошибки, два смока Два блинка от Магнуса в пустоту И две смерти от него И нереализованных РП, которые Одна из них вообще нажата была Перед тем, как он умирал И тоже непонятно Короче, полный тильт Клауд, я думаю, сыграл бы Намного лучше Он как раз таки вот на Магнусах Довольно хорошо специализируется Если мы возьмем, да, среди тир 2 игроков Вот И Классно, круто, даже близко пока не Показал своего потенциала На этой карте Ну и не покажет Покажет все-таки лозеру Если покажут Да, пока что действительно Разнос Опять же, три квоты Да, не будем забывать Что Буквально нужно выиграть пару матчей В прямом смысле этого слова Нужно было выиграть пару матчей Теперь три Для квоты Потому что если падаешь в первом раунде По лузерам несколько Но все равно Вот опять же Представим, что была бы одна квота Сколько нужно было бы сыграть для победы По венерам нужно было бы выигрывать Четыре матча То есть Вот этот Следующий Финал верхней сетки И гранд финал По лузерам вообще там Супер долгое Вот два матча и все И ты уже на турнире Ты приезжаешь на турнир Ты лутаешь И пяти очки Ты попадаешь В лучшие команды И едешь дальше на турниры Без квалификаций Ну Скорее всего Такой путь ждет Спирит Вряд ли остальные Но кто знает Кто знает Как сыграть Тем более что Спирит Насколько я понимаю Все еще играют Потому что там Чуть подлиннее была первая карта И все-таки Клим Саныч Команда Которая Ну она реально уже Какая-то такая Цепкостью обладает И В неплохой форме Относительно Находится Немножко они Чемпионов мира Там Возят Скажем так Немножко им Задачи какие-то Ставят Более интересные Так что Видимо Там игра не настолько Односторонняя Да получается Это правда Вам стоит Проследовать туда У нас следующий матч Будет между Лигой и Немигой Вот тут интересно Тут вот Проверочка для Лиги Очередная Все-таки Команда От которой ждут Чуть больше И Немига Со своим тоже Новым составом Будет Любопытно Понаблюдать за ними Но есть плохая новость Этот матч Только через Два часа Да С лишним Вы как раз Успеете посмотреть Что у нас на Основном канале На Дота 2 Нижнее подчеркивание Прогон Нижнее подчеркивание Ру Вот Можете заодно Зайти как раз таки На винпасс Посмотреть Добавиться И начать проходить Потому что Можно за это время Пару пабликов Сыграть Вот И Соответственно Уже дождаться Матч Лиги Хотя Катка Я честно скажу Новый состав Немиги Меня не особо Впечатляет Но о нем Я думаю Мы уже попозже Посерьезнее поговорим Да Я думаю Что это будет Логично Уже Как предматч Все таки Здесь у нас Серия Закончилась Немного другая Но по ней тоже Мы уже все сказали Нави Тяжело оценить Их игру Как всегда бывает В Доте Тяжело оценить игру Когда соперник Слабый Как вот я например Пытался понять Как играет Тундра На Открытых Квалификациях К Древлиге Ну и в итоге Ничего не понял А на следующий день Они играли С OG И там Совершенно другая Дота была Им сложнее Вот сегодня У них еще один матч И тоже Станет чуть более Понятно Они вообще Как вот Насколько они Хороши Потому что Временами кажется Что они очень хороши А потом Оказывается Что соперник Чуть посильнее И все Я думаю Что с нави Может быть Такая же история Вот мы видим Нави сейчас Прям Круто Играют Но вот Выдут они Против Спирит Там уже Будет Вопросительно И или не Против Спирит Или против Клим Саныч Ну это уже Совершенно Другой вопрос Да Отправляемся Отправляемся с вами На паузу Дамы и господа На двухчасовую И вернемся Попозже Не забывайте Что у Винлайн Очень много Плюшек Для вас В честь этого 2024 года Все еще Нового Пока И пока он все еще Новый Сегодня заканчивается Как раз Акция Где Очень много Ценных подарков Дарит Винлайн Будь вы новый Пользователь Или уже действующий Так что Обязательно Заходите По баннеру По трансляции И забирайте Пока Есть такая возможность А мы уйдем на перерыв